Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. 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 лечить, не проводить профилактику, то она неизбежно прогрессирует из одной стадии в другую, в следующую и приводит к инвалидности пациентов. Поэтому на той или иной стадии заболевания к нам обращаются пациенты, которых мы обследуем, делаем им ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей и определяем степень поражения венозного русла. После этого назначаем то или иное лечение. Варикоз – заболевание, которое многие ошибочно считают лишь и безобидным косметическим дефектом. Увы, большинство людей даже не задумываются, чем опасно варикозное расширение вен. Без должного внимания и своевременного лечения эта патология может стать причиной серьезных и опасных для здоровья и жизни последствий. Первые признаки – это тяжесть в ногах, отёки и пигментация кожи, появление коричневых пятен, медленная заживляемость ушибов и синяков. Сосудистый хирург Максим Михаличенко рекомендует посетить кабинет специалиста и получить всестороннюю консультацию при проявлении первых симптомов венозной недостаточности. Передовые методы диагностики и лечения позволяют быстро и безопасно побороть болезнь, вернуть красоту и уверенность в себе. Сегодняшний день золотым стандартом является эндовазальная лазерная облитерация. То есть мы с группой единомышленников, с группой хирургической бригадой обследуем пациента, потом пациент обращается в поликлинику по месту жительства, получает направление, его устанавливают на портал на бесплатную операцию и попадает к нам вот сюда в операционную. Здесь у нас имеется лазер для облитерации этих вен и дуплексный сканер, который позволяет нам эту операцию делать под ультразвуковым контролем более точно, более прецензионно. Операции проводятся под местной анестезией, то есть пациент сам заходит в операционную и после выполненной операции самостоятельно перемещается в палату. Варикозное расширение вен – коварное заболевание, с которым поможет справиться лишь опытный флеболог. Профессионализм врача, многолетняя практика и современное оборудование помогут диагностировать заболевания на ранних стадиях, предотвратив серьёзные последствия. После того, как пациент поступает в операционную, обрабатывается операционное поле, ещё раз проводится ему ультразвуковое дуплексное сканирование, после чего пунктируется варикозно-расширенная вена, в её просвет устанавливается лазерный световод, вокруг варикозно-расширенной вены создаётся с помощью специального раствора анестетика, создаётся в виде водяной трубы определённая анестезия туминесцентная и проводится непосредственно сама лазерная коагуляция. У пациента, которую мы сегодня наблюдали, у неё проведена не только лазерная коагуляция вены, но и удалены притоки этой большой подкожной вены, так как они у неё уже были выражены. То есть они были варикозно-расширенные, и эти притоки через микроскопические небольшие разрезы были удалены, удалён этот приток. После чего пациенту с помощью батлера на конечность мы одеваем компрессионный трикотаж, в котором он в течение 30 суток после операции ходит с целью профилактики. Сегодняшние технологии, применяемые врачами, позволяют пациентам не только быстро избавиться от проблемы, но и после процедуры пациент сразу же может возвращаться к привычному образу жизни. После операционного периода в раннем мы проводим наблюдения этих пациентов, то есть проводим им на 4-е, на 7-е и на 30-е сутки ультразвуковой контроль. То есть смотрим результат операции, чтобы не было никаких осложнений в виде флебитов, каких-то имболий. Всё это время пациент носит специальный медицинский трикотаж. Это трикотаж, вымеренная компрессия, которая позволяет безопасно делать эти малоинвазивные операции. Но всё же лучше заранее подумать о своём здоровье и заняться профилактикой заболевания. Одно из лучших и несложных упражнений – простая ходьба. Гулять ежедневно по 4-5 километров в удобной обуви. Особенно полезно это упражнение для женщин с сидящей работой. Они вообще первые на очереди к врачу-флебологу после спортсменок. Кроме того, постарайтесь следовать пяти базовым постулатам. Принимайте контрастный душ. Это своеобразная тренировка для сосудов, которая будет поддерживать их в тонусе. К тому же это полезно для кожи. Носите как можно меньше высокие каблуки, особенно шпильки. Оставьте их лишь для особых случаев. А в повседневной жизни отдайте предпочтение каблукам до 4 сантиметров. И, наконец, съешьте больше сырых овощей и свежих фруктов. Разбавьте свое меню салатами, вареными яйцами, нежирным творогом, рыбой и другими продуктами. Постарайтесь ограничить все употребление соли, баранины, майонеза и всего жареного. Миллионы людей считают загорелую кожу красивой и привлекательной. Хотя несколько веков назад эталоном и символом аристократии считалась именно белая кожа. Поэтому все светские дамы и не только дамы отбеливали свою кожу пудрой. В современном мире люди предпочитают загар. По некоторым причинам не каждый может добиться ровного, красивого оттенка кожи в естественных условиях. Но выход был найден. Искусственный загар в солярии позволяет получить желаемый отпускной цвет кожи. Всего за несколько сеансов. Но как влияет эта процедура на наш организм? Загар – это именно то, что мы хотим, когда идем в солярии. И обязательно получим, ведь в солярии на кожу действует значительная доза ультрафиолета. Вред от солярия не маленький, преждевременное старение кожи. Лучи ультрафиолета разрушают клетки и сушат кожу. Именно поэтому посещение солярия требует обязательного использования защитных средств. И последующего увлажнения и питания. Основной риск – это усугубление заболеваний. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед первым посещением солярия. Бездумное злоупотребление загара может повысить риск развития онкологических заболеваний, в частности меланомы. Если у вас на теле большое количество родинок и родимых пятен, то от посещения солярия лучше вообще воздержаться. В группе риска в нашем регионе у нас попадают люди более преклонного возраста и люди европеоидной расы, потому что солнце у нас достаточно агрессивно относится к этому типу кожи. В целом вообще считается, что есть несколько типов кожи по фицпатрику, классификация определенная, то есть там до пяти, с определенными подвидами пигментации, до пяти больших группировок. Это начиная от скандинавской светлой кожи, заканчивая афроамериканской и темной кожей. То есть все в зависимости от содержания пигмента. И люди с светлой кожей попадают в группу более активного риска возникновения опухолей кожи. Спорт полезен для организма. Это знают все с детства. Но лишь немногие посвящают этому занятию свою жизнь. Для того, чтобы оставаться загорелым, красивым и стройным, чувствовать себя превосходно, не обязательно заниматься спортом профессионально. Любая физическая активность – это возможность улучшить свое самочувствие, а также скорректировать параметры тела. Сейчас вот такое нелегкое время, время пандемии, очень важно иметь здоровый и сильный иммунитет. А составляющий иммунитета, одной из составляющих, это является активный образ жизни. То есть нужно вести образ жизни такой, чтобы было больше движений, меньше питаться неправильной пищей, жирной, сильно соленой и так далее, сильно сладкой, чтобы вес не набирать. Ну и не обязательно для этого вкладывать большие средства, то есть покупать абонементы в какие-то тренажерные залы, в бассейны. То есть есть возможность просто заниматься на улице, на свежем воздухе, есть возможность просто заниматься дома, делать простые комплексы упражнений, которых также будет достаточно для ведения здорового образа жизни. Быть в прекрасной форме – значит быть здоровым и счастливым, а не только не иметь лишний вес. Спорт делает нас бодрее, энергичнее, укрепляет нервную систему, нормализует обменные процессы, повышает работоспособность, способствует выработке гормонов счастья. Спорт поддерживает организм в тонусе, делает его более устойчивым к стрессам, как физическим, так и психологическим. Огромное значение спорт занимает в жизни офисных сотрудников, тех, кто вынужден по долгу службы проводить много времени за столом. Значит, еще комплекс упражнений для мышц брюшного пресса сделать можно тоже, можно делать дома абсолютно каждое утро, только дозировку надо знать, не надо сильно много сразу делать, потому что мышцы пресса, они небольшие, и поэтому быстро забиваются, и очень сильные болевые ощущения потом можно искать. Поэтому смотрите, первое упражнение, ложимся на спину, руки под себя, и поднимаем ноги. Прямые можно, кому тяжело, можно согнутые поднимать. 10-15 раз достаточно. Теперь наоборот, ноги подгибаем, руки на голову, поднимаемся. Главное, чтобы только лопатки отрывались, и чувствуете, как напрягаются мышцы пресса. Закончим. Следующее упражнение немножко будет посложнее. Руками опираемся сзади, ноги поднимаем, и подтягиваем колен. Можно подпружинивать плечами вперед-назад. Ну и можно добавить к этому комплексу еще, чтобы уравнять, поработать на мышце пресса, на мышце спины. Значит, ложимся на живот здесь. Тоже в домашних условиях можно делать. И поднимаем только верхнюю часть туловища. Приподняли, делали 10-15 раз. Теперь только бедра поднимаем. И разноименно. Правая рука, левая нога, и на другую сторону. По 10-15 раз. Вот эти упражнения входят во все комплексы для здоровой спины, чтобы спина ваша не болела, а мышцы были в том числе. Здоровый образ жизни невозможен без движения. Сразу оговоримся, что под спортом мы подразумеваем нетяжелые физические тренировки для достижения спортивных результатов. Это скорее физические упражнения для того, чтобы тело было подтянутым, чувствовали вы себя в отличной форме и смогли предотвратить старение. Если вы из всего комплекса МирЗОЖ выберете только правильное питание, это даст результат, но он не будет столь очевиден. Для здоровья и красоты необходимы ежедневные спортивные упражнения. Первое упражнение простое. Вот на рабочем месте находитесь в офисе. Стул, да, приседания обычные. Встали сюда к стулу. Чтобы техника приседания была правильная, садимся к стулу. Прикоснулись, встали. Ручки перед собой и дышим. Вот можно сбоку, чтобы посмотреть. Значит, очень важно, чтобы колени не выходили за стопы, чтобы всем весом не давить именно на подколенные связки. Поэтому стул очень удобный. Видите, колени находятся у нас на месте. Туда раз. 10-15 раз сделали. Закончили. Теперь следующее упражнение. Тоже на ноги. Сегодня сделаем комплекс упражнений на ноги. Ставим стул. Одну ногу ставим назад. Одна впереди. То же самое вниз приседаем. Вниз-вверх. 10-15 раз будет достаточно. Можно придерживаться, кстати, если вдруг для равновесия. На одну, на другую ногу. Теперь наоборот меняем. Ставим ногу на стул и опускаемся так же вниз. То есть нагрузка на бедро уже немножко другая идет. В обществе сложилось устойчивое мнение о безопасности приема различных БАДов, в том числе и для похудения. Мнение довольно-таки странное, если вспомнить, что БАДы не являются лекарственными препаратами, а, соответственно, не проходят ни клинических испытаний, ни серьезных процедур регистрации. Их эффективность ничем не подтверждена, а побочные явления не изучены. А многие из них и вовсе опасны для жизни. Пестрят, да, объявления, что желаете похудеть быстро, без диет. Вот есть чудо-таблеточка. Мы, спортсмены, об этом знаем, что никакой чудо-таблеточки не существует, только есть определенные правила питания, определенный образ жизни, который поможет либо набрать мышечную массу, либо скинуть мышечную массу. Поэтому не верьте этим уловкам, а занимайтесь, занимайтесь, рассчитывайте правильно калории, БЖУ, это белки, жиры, углеводы, и в вашем питании. Тогда вы будете красивыми и стройными. Лучше подружитесь с правильным питанием. Высказывание «ты то, что ты ешь» появилось не на пустом месте. И да, это то, что дает нам силы и энергию, обеспечивает нормальное протекание большинства жизненно важных процессов. Более того, служит строительным материалом для новых тканей, многие из которых постоянно обновляются. Поэтому количество пищи очень важно для нашего здоровья. На сегодня это все. Это была передача «Иммунитет» на телеканале «Кустанай». Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»